Новости сегодня. Павел Прилучный и Агата Муценицы ведут ожесточенную борьбу за детей. Убийство продюсера комбинации вновь в центре внимания. Дачу Аллы Пугачевой в Солнечногорске отказались покупать из-за безвкусного ремонта и протекающей крыши. Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука. Вся страна уже несколько месяцев с замиранием сердца следит за семейной драмой Павла Прилучного и Агаты Муценицы. Всего каких-то полгода назад актриса захотела взыскать секс-супруга алименты на их двоих детей, а теперь борется в суде за возможность воспитывать дочь Мию и сына Тимофея. Поклонники Агаты в ужасе. Трудно поверить, что Павел самостоятельно додумался до того, чтобы лишить ребят матери. Выяснилось, что гениальную идею забрать детей Прилучному мог подкинуть его товарищ. Речь идет о частном детективе Максиме Заболотном. Уже много лет он занимается тем, что помогает родителям восстановить справедливость. У него десятки успешных кейсов возвращения похищенных детей. Зачастую при разводе бывшие супруги не могут определиться, с кем должны остаться их чада. Тогда-то в дело и вступает Максим. На связь с детективом выходит один из родителей и просит помочь забрать ребенка. Эксперт, зная все тонкости законодательства, успешно выводит клиента к победе. Примечательно, что чаще всего в плюсе остается отец. Борьба Павла Прилучного и Агаты Муценицы становится все более ожесточенной. Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» уже забрал к себе сына, а теперь рассчитывает на то, что сможет провернуть тот же фокус с дочерью. Изначально артист обещал, что привезет Тимофея к супруге после каникул, однако в итоге перевел мальчика на домашнее обучение, а Агата с того момента видела сына лишь один раз. Убийство продюсера комбинации вновь в центре внимания. Популярность сериала комбинация не только вернула на большие экраны исполнительниц хитов, но и привлекла внимание к фигуре продюсера Александра Шишинина. Его трагическая смерть в собственном подъезде стала предметом новых расследований. Бывшая солистка комбинации Светлана Кашина рассказала о своих воспоминаниях о продюсере. По ее словам, расследование убийства Шишинина было возобновлено благодаря приказу Александра Бастрыкина. «Он жил в одной квартире с нами», – призналась Кашина. По рассказам Светланы, Шишинин помог ее семье найти жилье, когда они переехали в Москву. В том же злополучном подъезде спустя год произошла трагедия. «Его зарезали на лестнице между вторым и третьим этажами. Мы были рядом и видели все своими глазами. Его смерть была ужасной», – вспоминает певица. Кашина предполагает, что мотивом для убийства могла быть внушительная прибыль, которую приносила группа комбинация. Однако она не стала озвучивать конкретные имена возможных заказчиков, ссылаясь на отсутствие доказательств. «Расследование сейчас в самом разгаре, и у меня есть версия, но я не могу говорить о ней публично. Я считаю, что это связано с деньгами, которые мы начали зарабатывать в больших количествах», – заявила она. Угодивший скандал после начала спецоперации на территории Украины Данила Козловский попал в серый список актеров, поэтому не появляется на публике и не снимается в кино. О том, что происходит в жизни артиста и режиссера, рассказал кинокритик Александр Голубчиков. Данила Козловский после начала спецоперации отправился в США. Россияне восприняли эту поездку как предательство и даже решили, что он отправился в эмиграцию. В итоге артист лишился работы в России. О Козловском нелицеприятно высказывался глава ФПБК Виталий Бородин. Актер даже подавал в суд и выиграл дело, однако это не оказало положительного влияния на его карьеру в России. В последнее время Козловский не появляется на публике и публичных мероприятиях. По словам Александра Голубчикова, артиста не приглашают в кино, поскольку он попал в серый список актеров. Эти люди не задействованы в студийных проектах, их не выпускают. Так произошло с Данилой Козловским, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются, сказал критик. Тем временем россияне уверены, что Козловский скучает по сцене и общению со зрителями. На это указывает активность артиста в социальных сетях, чего ранее за ним не замечалось. К слову, ранее Данила Козловский заявил, что российская киноиндустрия отстает от американской. Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука. Недавние слухи в сети свидетельствуют о возможном распаде брака Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Изначально причиной раздора называли измену режиссера, однако эта версия оказалась неподтвержденной. Теперь появились новые предположения об истинных мотивах разрыва. Согласно источникам, близким к паре, проблемы в отношениях возникли из-за фундаментальных различий в характерах и жизненных приоритетах. Паулина Андреева – замкнутый интроверт, предпочитающий спокойный образ жизни, в то время как Федор склонен к шумным вечеринкам и богемным развлечениям. Избыток социальных событий в жизни Федора пошатнул его здоровье, что беспокоило Паулину. Однако режиссер отказался менять образ жизни, привычный ему с молодости. Паулина, будучи ориентированной на семью, тяготилась бесконечными празднествами. В апреле она покинула супруга, забрав с собой их сына Ивана. Бондарчук сейчас проживает в Москве, но регулярно посещает семью в Санкт-Петербурге. Источники утверждают, что он настроен вернуть супругу и делает все возможное для этого. Разногласия усугубляются желанием Паулины Андреевой сменить актерскую профессию. Она планирует посвятить себя режиссуре, однако для реализации таких амбиций требуются значительные финансовые вложения. Ранее ее проект «Актрисы» оказался нерентабельным, а Федор Бондарчук не готов рисковать крупными средствами. Этот конфликт интересов, возможно, стал причиной их ссоры. На данный момент супруги воздерживаются от комментариев о своем разрыве и редко касаются личных тем в своих публичных выступлениях. В Майами от сердечного приступа в возрасте 73 лет 3 сентября умер знаменитый пловец Владимир Буре. Чемпион СССР по плаванию и четырехкратный призер Олимпийских игр. Отец двух замечательных хоккеистов, один из которых русская ракета Павел Буре. В конце лета, во время заплыва в Атлантическом океане у Владимира случился сердечный приступ. 3 сентября его не стало. Владимира Буре похоронили 6 сентября в Майами. На прощание присутствовали младший сын усопшего Валерий Буре и бывший хоккеист, а сейчас тренер команды Нью-Джерси Сергей Брылин. Старший сын Павел на похороны из России не прилетел. Потенциальный покупатель дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске отказался от сделки из-за безвкусного ремонта и протекающей крыши. Мужчина уже планировал внести задаток, но после просмотра с экспертами по недвижимости передумал. Вдобавок его близким не понравился ремонт. Больше недели его убеждали, что в мебель дизайн и канделябры вложили состояние. Просто стиль устарел. Но не помогло. В итоге от затеи отказались, а к даче уже присматриваются три потенциальных покупателя. Чек им выставили старый – 152 миллиона рублей вместо 125. Но готовы уступить в цене из-за ремонта и крыши после задатка от нового владельца. Найти его пока не получается. Не помог даже ценник в 100 миллионов рублей за срочность. Сейчас в доме живет смотрительница. За 70 тысяч в месяц она убирается, следит за порядком на всей территории, гоняет пауков. И за эти же деньги готова помогать следующим хозяевам. В конце сентября забрать дачу хотели за 125 миллионов, а Примадонна была готова лично приехать в Россию, чтобы подписать документы. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok